Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и сегодняшнее видео будет посвящено моему второму подкасту, который я прожил с вами сейчас, и в котором я бы хотел поговорить о том, что происходит сейчас на канале и о том, что я планирую делать. Ну, собственно говоря, примерно та же тематика, что была у прошлого подкаста, который уходил примерно год назад, как вы помните, он уже чуть поменьше, но тем не менее. Собственно, мы с вами перешли в завершающую часть Trails in the Sky, в Грандселл, это последняя голова первой части, после этого, в принципе, можно будет приступать ко второй, но почему я не хочу этого делать, потому что первая часть, она, вот в конце, она делает огромный крючок, скажем так, в события второй части, то есть, по сути, вся первая часть подводит нас к тому, что будет происходить дальше. Это довольно интересный ход, но вторая часть без перевода воспринимается, ну, не очень хорошо, то есть, перевод, а текста там очень много, гораздо больше, чем его было в первой части, можете мне поверить. То есть, если вы помните, какие длинные у нас диалоги и сюжетные вставки были в первой части, то, поверьте, во второй части их будет просто больше. И я не потяну перевод второй части, но мне хочется показать вам эту игру. Поэтому я пока что буду ждать, когда на Нотобиноиде организуют такий перевод второй части. Насколько я знаю, работа идёт. Не знаю, насколько быстро, не знаю, насколько хорошо, но я слышал, что они вроде как начали перевод. Если это так, то хорошо, значит, может быть, скоро мы его дождёмся. Другое дело, что вот весной этого, то есть 16-го года, выходит третья часть на кампы, и как бы она была на PSP, но только в японской версии. Она выходила в 2004 году, и как бы XSID, которые являются издателями, они после провала, по сути, первой части на английском, они решили заметное дело. А то они решили попробовать выйти на компьютерный рынок, и здесь игра зашла, как ни странно. И, соответственно, вот поэтому по переводу третьей части трилогии действительно имел место... Ну, и второй, и третьей части трилогии имел место быть. Чему мы, компьютерчики, несказанно рады. Вот. И, собственно, я бы очень хотел заняться второй частью, тем более, что в первой части мы делаем очень много для того, чтобы вторая часть нам далась намного проще. Но, опять же, без перевода я не рискну ею заниматься. Игра интересная, игра хорошая, но я ее в соло не переведу, это просто 100%. Ну, то есть на это идет слишком много времени, нерационально много времени, у меня нету сейчас возможности этим заниматься. Все-таки диплом и практика, работа, все это сваливается на меня просто в невероятных количествах, и мне просто не до этого. Так или иначе, пока что мы заканчиваем первую часть, я думаю, что мы в ней пробудем где-то месяц, может быть, чуть меньше. Почему? Потому что события последней главы первой части, они ооочень обширные. И дело даже не в побочных квестах, которых там, в принципе, нет. Просто сам по себе сюжет там развивается настолько, ну, скажем так, стремительно, что следить за ним, конечно, довольно сложно. И я из-за этого сильно дроблю серии, потому что я понимаю, что в одну серию выкатывать просто дофигища интересных событий, это не камень-фла. Слишком много потрясений, скажем так. Таким образом, плюс к тому же, там просто дофигища боссфайтов, и, как бы, я не знаю, как их все организовывать в сериях, честно. Я пока что просто зашиваюсь, и, как бы, окей, да, у меня записанные серии в прок, в принципе, то есть, если сейчас вот вы только начали смотреть события в Грандсле, то я где-то уже, примерно, на их середине, вот, в плане записанного материала. Но, опять же, все это довольно-таки проблематично мне будет реализовать. К тому же, опять же, почему я дроблюсь сильно серии и сильно их растягиваю, чтобы обхватило оно подольше? Я планирую заняться первой частью Disguide, которая в том году, в феврале 16-го года, выходила на компы в Steam. В чем проблема? Проблема в том, что я хотел бы сделать трейлер для этой игры, ну, то бишь, нарезанный буквально из кадров из игры. Потому что, как бы, есть трейлер для компьютерной части, но он немножко не про то. То есть, как бы, и все, в общем-то. А мне хочется все-таки показать игру несколько с одной стороны, как бы, я люблю эту игру, скажем так. Я люблю ее за юмор, я люблю ее за расслабленный сюжет. Ну, то есть, я имею в виду, что в ней можно расслабиться в этой игре. В ней хорошо, знаете, под чаек вечером посидеть минут 15-20, расслабиться, да, как-то отвлечься, отдохнуть. Вот в этом плане игра хорошая. Она действительно как-то дарит такую неплохую возможность отвлечься от реального мира. И, собственно говоря, именно в попытках передать вот это мое отношение к игре, я и пытаюсь как-то... Хочу сделать для нее трейлер. Проблема в чем? Проблема в том, что мне нужно пройти игру для этого полностью. Записать все катсцены. И не только катсцены, там есть, как бы, всякие внутриигровые моменты, которые хотелось бы осветить. И так получается, что время на это нужно много, у меня его просто нет. И я не знаю, как мне сделать так, чтобы у меня хватило времени сейчас закончить Трэлл Сэн Дэ Скай и отснять полностью Дизгайю. То есть, на самом деле, это, по сути, что-то за грани возможного. И, в общем, я думаю, что что-нибудь я придумаю к моменту окончания Трэлл Сэн Дэ Скай. Но на данный момент, да, план такой, что мне нужно время. Не просто нужно время побольше на то, чтобы пройти Дизгайю. А, может быть, там, возможно, оставить какие-то бэкап-сейвы, чтобы мне не тратить время непосредственно, когда я буду уже непосредственно вам подсказывать эту игру. Я не хочу тратить время на какие-то там мелкие детали, которые время затратные, но при этом бесполезные, с одной стороны. Ну, это не то, что бесполезные. В общем, вы потом поймете, в чем проблема. Когда до этого дойдет дело. Это что касается Дизгайи. Что касается остальных планов. Те, кто заглядывали в темку, не так давно я ее обновлял, в темку с планами. После Дизгайи PC я оставил планы в Фантом Брейв. Фантом Брейв, это, опять же, ее тоже делали Ниппун Ичи. То есть, ну, Дизгайя делали Ниппун Ичи, и, опять же, Фантом Брейв делали Ниппун Ичи. По сути, это примерно та же вселенная, что и Дизгайя, только несколько в другом измерении. Ну, это, опять же, лорные проблемы, не буду в них вдаваться. Игра очень классная. Она скучив от сервиса, она реально тоже очень... Она умилительная, потому что, ну, как бы, главная героиня, это именно маленькая 30-летняя девочка. И, скажем так, с точки зрения вот именно доброты, игра просто пронизана. И это вот реально очень милый проект, в котором действительно приятно находиться. Игра просто до ужаса умилительная. Она очень приятная, с приятной графикой, с приятными касс-сценами, с живыми касс-сценами тоже. То есть для того времени графика, конечно, не очень, но 2004-2005 год, я уж не помню. Но, блин, они выглядят настолько мило, настолько трогательно, что, ну, я не знаю, ни сидеть, ни умиряться было просто невозможно. И я хотел... Я не проходил эту игру. Я прошел буквально несколько минут первую главу, просто чтобы посмотреть, про что игра, как она играется и так далее. И я загорелся желанием пройти ее до конца, но я не хочу портить себе впечатление от сюжета, от прохождения. И я хочу пройти ее практически вслепую. У меня будут некоторые гайды, которые просто будут хотя бы показывать правильно. Ну, то есть я с опорой на них буду ходить в том плане, что я хотя бы буду знать правильно, я качаю персонажей. Потому что и Disgaea, и Phantom Brave, это такие игры, которые очень сильно наказывают вас за неверно принятые решения по прокачке и так далее. Они в этом плане... Ну, скажем так, они тоже наказывают, но просто не хочется тратить лишнее время на исправление ошибок. Вот еще проблема. И как бы получается в итоге так, что... Я не хочу упорнить себе впечатления от этой игры. Потому что я хочу ее просто пройти свежим взглядом, незамутненным. Именно так, как делается это обычно. И поэтому пока что я эту игру оставил на потом. Потому что сейчас я хочу заняться все же именно... Добить Real Sadness Sky, а потом перейти к Disgaea, потому что Disgaea планируют уже очень давно. А уже после этого верим в Phantom Brave, потому что... Скажем так... Phantom Brave просто имеет некоторые отношения к сеттингу Disgaea. И как бы проходить сначала Phantom Brave, потом Disgaea не совсем правильно. Потому что они не связаны несюжетно, но там есть некоторые сюжеты на дополнение в Phantom Brave, Которые отсылаются на Disgaea. И мне бы не хотелось таким образом, как бы, делать отсылку к тому, чего вы не знаете. Вот так вот это оборисуем. И, наконец, какие планы у меня после этого? Планы у меня долгоидущие, как вы понимаете. Далекоидущие, точнее, да, долгоиграющие. И... После этого я бы, наверное, перешел к Муравинду и Готике. Причем, наверное, в первую очередь Готике, потому что Готика проходит намного быстрее, чем Муравинд. Почему? Готика — это классический RPG, на который, можно сказать, я вырос, на которой выросло большое поколение, ну, много поколений геймеров, очень много человек на ней выросло. И... Это игра, к которой у меня, скажем так, особенно отношения. Как и со многими играми, которые я сейчас прохожу, отношения с ней у меня не заладились при первом прохождении. Игра оказалась мне сложной, недружелюбной. Отчасти из интерфейса и управления. Отчасти из-за боевки, которой я просто боялся, как огня. Из-за этого я всех остров убегал за километр, чтобы не связываться с ними. И так уж вышло, что игра мне не зашла первый раз. Второй раз она у меня реально зашла, и мне прям понравилось там находиться. Я поддался подойти к ней с умом, но опять почему-то ничего не вышло. Я опять на неё благополучно забил, и в итоге прошёл я её только где-то... Если мне не изменяет память, это была осень 14-го года. Или 15-го уже, не помню. В общем, я её всё-таки прошёл от начала до конца, и я получил просто дичайший кайф от атмосферы этой игры, дичайший кайф от боёвки, вообще от прохождения в целом. И я решил посмотреть, а вообще как люди у неё проходят? То есть примерно так же, как и я, или всё-таки как-то иначе? Ну, решил, естественно, посмотреть в русском сегменте. Потому что я знаю, что в России игра реально очень популярна была в своё время, и её очень любят. И я огорчился. Я огорчился тому, что вроде бы игру преподносят как атмосферную, прохождение преподносят как атмосферное, но в итоге всё скатывается в... Ой, а вот тут я, знаете, тут играть, тут не играть, тут я рыбу заворачивал, и, короче... Я расстроился. Я расстроился от того, что есть, нет, есть качественные прохождения, есть, я не спорю. Но они незаметные. Их незаметно на общем фоне прохождений, которые сделаны тяп-ляп и очень некачественно. То есть, окей, есть прохождение двух типов. Я ностальгирующий фанат, и я хочу показать, как я люблю эту игру. И там начинается... Вот здесь вот, ой, вот я вспоминаю, как мне здесь было в детстве. Вот это-то-то-то-то-то-то-то-то. Может быть, это интересно кому-то, но... Они играют в это настолько плохо, что смотреть на это невозможно. Да окей, ты ностальгируй, но как бы ты можешь показать, что ты хорошо играешь в эту игру. Ну, если ты реально любишь её. Так покажи это. Не на словах. И в итоге, как бы, это немножко расстраивает. А другой тип прохождения, да, типа... Вот я качественно прохожу эту игру, потому что я знаю все лазейки, всё и так далее. Плюю я на атмосферу. Ну, блин, Готика не про то. Да, в Готику, конечно, можно показать качественное прохождение, безусловно. Но делать это без атмосферы, без... Подчеркиваю, вот атмосферы, которой эта игра овладает, мне кажется, это кощутственно. Возможно, я такой, как бы, сноб, да, и как бы не очень правильные вещи говорю. Ну, не знаю, я постараюсь показать прохождение одновременно атмосферы, но при этом максимально качественным, да, то есть... Там, правильным, скажем так. Не знаю, получится или нет, но я постараюсь донести до вас, как бы, всю изюминку этой игры. С прохождением, в принципе, то же самое, да, то есть есть прохождение чисто по фану, которое, там, не заморачивается с атмосферы и так далее. Есть прохождение, которое тупо, наоборот, как бы, идут на атмосферу, но при этом там нет ни отыгрыша, ни качественного прохождения, и это нереально бесит. Я постараюсь, как бы, совместить подход, атмосферный подход, качественный, ну, да, примерно проходительный, скажем так, и попробую показать что-то действительно хорошее. Не знаю, получится или нет, опять же, но я постараюсь, я очень ли постараюсь, потому что эти две игры я очень люблю, и я не хочу, как бы, оставлять их без внимания. К тому же, я знаю, что эти игры любимы многими в России, и, возможно, это будет неплохой шанс привлеченному аудиторию к каналу. Не знаю, получится или нет, но на данный момент просто я не вижу смысла ни тратиться на рекламу, ни вообще её делать, потому что это хобби. Я не стремлюсь за аудиторию, я просто хочу делать качественный продукт, который нравился бы мне, нравился бы вам. Ну, и отчасти для меня это повод как-то действительно пройти игры, потому что, ну, у меня не хватает иногда силы воли, чтобы какие-то игры пройти до конца, потому что у меня начинаются запарки со временем, начинаются запарки с желанием, с усталостью и так далее, мне просто надоедает, и я бросаю. На полпути, там, буквально не дойдя, там, пару-тройку часов до конца. Меня это как-то раздражает, поэтому я подумал, что, ну, давайте я попробую сделать канал, где я буду действительно проходить игры для себя и получать это удовольствие. Ну, и, собственно, что еще можно сказать? Пока что планы такие, какие я им описал, что будет дальше, фиг его знает, посмотрим, как все сложится. В любом случае, на данный момент, я думаю, что мы с вами где-то через месяц, может быть, меньше, может быть, больше, закончим Trails in the Sky. После этого, наверное, у меня будет небольшой перерыв, потому что мне нужно будет где-то готовить Disguide, а после этого мы с вами уже окунемся в Disguide, где с вами проведем, наверное, достаточно приятное время. Я очень на это надеюсь, потому что игра хорошая, приятная. Не знаю, как она вам зайдет, но, опять же, знаю, что фанаты у этой игры есть в России, поэтому, наверное, все же можно будет попробовать как-то с ней повозиться. Ну и на этом, наверное, можно прощаться, потому что, в общем-то, пока что мне больше вам сказать нечего, кроме того, что я уже сказал. И, пожалуй, я постараюсь в следующих своих прохождениях все же больше внимания как-то уделять монтажу, то бишь сейчас доля монтажа не очень большая, да, то есть где-то это ограничивается ускорением видео с наложением музыки, где-то это ограничивается добавлением дополнительных, там, всяких картинок и так далее, где-то это ограничивается просто, там, какими-то связками, вставками, перестановками и так далее. Это не то, что я хотел бы делать, но в любом случае я считаю, что со временем... Вопрос из-за того, что сейчас я все же несколько поднял свое видение и понимание того, как это все делается, я думаю, что в следующих своих роликах я буду демонстрирую все же больше внимания к деталям и так далее, и, может быть, там, вдоль монтажа чуть увеличится. По крайней мере, мне бы этого хотелось, потому что это прикольно, это приятно, это весело, это действительно смотрится очень здорово. Приятно видеть какой-то продукт, который ты сделал сам, и ты понимаешь, что это какой-то творческий порыв, который вылился вот в это, вот эдакое. Это приятно, это здорово, это круто. Ну и на этом, наверное, я теперь уже точно буду прощаться. Собственно говоря, спасибо вам большое, дорогие зрители, за внимание, за то, что вы здесь со мной, за то, что вы смотрите мои видео, смотрите какие-то комментарии. Это очень важно для меня, потому что мне важно получать фидбэк. Мне важно видеть, что вы как-то заинтересованы в том, что я делаю. Поэтому не стесняйтесь публиковать комментарии, если вам вдруг что-то не нравится, всегда говорите об этом, я прислушаюсь к вам, возможно. А если не прислушаюсь, значит, что-то вы сказали не так. В любом случае, мне приятно, что вы со мной, приятно, что ни одному мне интересно то, что я делаю, и большое вам спасибо за то, что вы здесь со мной. Спасибо большое, дорогие зрители, за внимание, удачи вам во всем, успехов. Зовите друзей на канал, если считаете, что им может подойти эта тематика, их может заинтересовать. Оставьте комментарии обязательно, что бы вы хотели видеть, что вам нравится, что вам не нравится. И я уверен, что в дальнейшем мы с вами поладим еще больше. Удачи вам, дорогие зрители, спасибо за все, и, конечно же, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok